Привет, я Диана Панченко, украинский журналист. Я лауреат премии «Журналист года в Украине», автор и ведущая самых рейтинговых программ на украинском ТВ. Сегодня я хочу поговорить с вами о правде. Вы можете спросить, почему вообще вы должны меня слушать. Сегодня мировые СМИ слышат только Зеленского, у которого уже нет рейтинга в нашей стране. И не слышат простых украинцев. Простых украинцев, которые хотят жить. Я хочу рассказать вам о них. Я одна из них. Президент Украины Владимир Зеленский ввел против меня персональные санкции, возбудил против меня уголовные дела, мне грозят пожизненным сроком. Что такого я сделала? Может, планировала теракт? Мне грозят пожизненным за пост в Телеграм-канале, в котором я написала, что нужен мир, чтобы сохранить Украину. Это не шутка. Возможно, поэтому, друзья, я попрошу вас найти несколько минут, чтобы послушать. Вам говорят, что вы защищаете свободу в Украине. Почему тогда тысячи украинцев сейчас в тюрьме по политическим статьям? В тюрьме за пост или даже за лайк в соцсети? Что это за свобода, если нас заставляют замолчать? Что скрывает украинская власть? Некоторые мои коллеги и журналисты исчезли после 24 февраля. Я не знаю, живы ли они. Они, как и я, просто призывали к миру. Вам когда-то угрожали убийством? Мне присылают угрозы каждый день. Вы готовы послушать дальше? Я покажу вам людей, которым удалось сбежать, которых пытали на глазах у жены детей. Посмотрите на этого парня. Его больше нет в живых. Вы знаете, как он умер? Он умер от выстрелов в затылок. В него выстрелил пограничник, когда он пытался сбежать из Украины. В 21 веке людям не разрешают выезжать из страны и просто стреляют в затылок. Граждане США выделяют огромные деньги на вооружение Украины. Я прошу вас, коллеги, донести всему миру, куда идут эти деньги. Как тяжело сейчас людям в моей стране. Люди напуганы. Люди разочарованы. Ваши деньги разворовываются. Поэтому люди не хотят идти на фронт. Поэтому их тащат туда сила. И они не понимают, почему они должны умирать, чтобы Зеленские и его люди стали еще богаче, еще богаче. Они не понимают, почему они должны защищать диктатуру. Я покажу вам доказательства чудовищной коррупции. Если истина абстрактна, она не истина. Мировые СМИ рассказывают, что Украина сражается за свободу. Но как тогда назвать вот это? Правда, вполне конкретно. Бедные умирают за богатых. Всех, кто против, сажают в тюрьму и отменяют. Все, кто говорит что-то иное, называют агентами Кремля. Илона Маска назвали агентом Кремля. Такера Карлсона назвали агентом Кремля. И все за то, что он просто взял интервью. Кстати, почему Зеленский не дает интервью Такеру? Я знаю, я хорошо знакома с Зеленским и с его командой. Тарифы не снизились, война не закончилась, сажаты так и не стали выроком для Порошенко. Он не сможет ответить ни на один неудобный вопрос. Например, почему деньги налогоплательщиков США разворовывают? Почему ни один украинский политик не на фронте? Кто убил журналиста Гонсалю Алиру в украинской тюрьме? Почему Зеленский боится провести выборы? Но есть более важный вопрос. Мистер Зеленский, а что будет, если завтра вы разрешите нашим мужчинам выезжать из страны? Дорогие коллеги, вас вообще заботит реальная судьба украинцев? Украинцы не какие-то герои блокбастера. Мы живые люди и мы хотим мира. И я могу ответить за Зеленского. И это подтвердит каждый украинец. Сейчас я скажу вам, как можно остановить войну за один час. Просто дайте разрешение мужчинам выехать из страны. Никого не останется. Война закончится. Люди не хотят умирать за Зеленского. Но все идет к эскалации. Людей готовят к еще большей войне в Европе, где будут участвовать еще больше стран. Очень легко поддерживать войну, когда она где-то далеко. Но идя на поводу у политиков, разжигая этот огонь, можно сгореть. Мы никогда не были так близки к ядерному апокалипсису, как сейчас. Это хуже, чем во время Карибского кризиса. Как в одноименном фильме вас просят не смотреть наверх, не думать. Люди устали от пропаганды. И в США, и в Украине, и в ЕС. На моем ютуб-канале 70 миллионов просмотров в месяц. Здесь, в ИКС, мой пост набрал миллион просмотров за три дня. А знаете почему? Потому что люди просто устали от лжи. И все, чего я хочу сегодня, попросить вас, коллеги, попросить вас, все мировые СМИ, посмотрите на простого человека в Украине. Пожалуйста, друзья, напишите мне на почту или в личное сообщение сюда, в ИКС. У меня очень много информации, которой я легко с вами поделюсь. Также я буду вести свой видеоблог здесь, в ИКС, и готова к любым интервью, к любым дискуссиям, к любым-любым вопросам. Война научила меня. Знаете, всегда может быть хуже. Правда не абстрактна. И только правда может нас спасти. Мира нам. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok